Здравствуйте, с вами Игорь на канале о шахматах. В этом видео обзор моей партии третьего тура весеннего марафона в Сан-Франциско. К сожалению, второй тур я пропустил в силу ряда обстоятельств и получил техническое поражение. Хорошо, что подобные технические результаты никак не сказываются на рейтинге, хотя и, как говорится, не в рейтинге играем. Таким образом, сейчас перед вами моя партия из третьего тура. Я играю черную. Первый ход Е4 и далее я отвечаю Д6, Д4, Конь Ф6, Конь Ц3, Ц6. В последнее время этот вариант или так называемая чешская защита или чешский вариант в защите уфимцева нередко освещается на ютубе. Я пытался, да и продолжаю пытаться использовать эту систему в своей практике. Однако пока, мне кажется, этот вариант для меня довольно непрост, если не сказать просто тяжел. В том случае, если белые играют солидно, по центру, а при случае могут развить чрезвычайно неприятную и сильную атаку на королевском фланге, которую чрезвычайно сложно отражать, если ее допустить. Далее было H3. Это ход, который не входит в число наиболее часто играемых ходов. Он на корню пресекает возможный прыжок слона черных с С8 на Ж4 в некоторых вариантах, в которых белые развивают своего королевского коня на Ф3. Ну и неприятно, конечно, когда по ходу начинаешь чувствовать, что твоя степень свободы уже ощутимо ограничена. Сразу идут отклонения от основных линий в дебюте и сразу чувствуешь какие-то ограничения. Ферзь А5 – это программный ход чешской защиты или чешского варианта в защите у Фимцева, которым черные связывают конец С3, одновременно усиливая тем самым давление на пешку Е4, которое нужно, разумеется, белым защищать. Слон Д3. Пешку Е4 белые, конечно, назевают. Это вам не буллит и даже не блиц онлайн. Поэтому здесь все в этом отношении в порядке. Е5. Слон Е2. Конь БД7. В 1994 году гроссмейстер Миролюб Лазич против игравшего белыми гроссмейстера Драголюба Чилича применил здесь новинку, которая до сих пор остается таковой. Лазич сыграл в этом положении Ж6. И после рокировки, после короткой рокировки белых фианкетировал своего королевского слона. Мне кажется, что идея, которая связана с этим фианкетто, определенно заслуживает внимания, хотя странным образом до сих пор не получила никакого развития. Обычно черные развивают своего чернопольного слона на Е7, а не фианкетируют на Ж7. К слову сказать, партия Чирич-Лазич закончилась победой черных на 34 ходу после ужасной ошибки белых в середине партии. Но давайте вернемся к тому, что мы смотрим. Итак, был сделан ход конь БД7, затем последовало два нуля, слон Е7, слон Е3, рокировка короткая, А4, пешка Е5 взяла на Д4. Я не уверен, что сдача центра здесь правильно. Думаю, что несколько лучше было все же играть, например, ладья Е8. И после ладья Е1, к примеру, и ферзь С7 продолжать игру в духе классической защиты Фелидора, в которой конь белых, вместо того, чтобы стоять на Е2, развивается на Ф3, а белопольный слон белых на более активную позицию на С4 вместо Д3. Я думаю, что эти факторы могли бы как-то сыграть на руку черным. Но это все рассуждения, как говорится, которые не были отражены, не встретились в партии. Давайте вернемся. Значит, после А4 я решился на сдачу центра путем Е берет на Д4, далее было конь бьет Д4, конь Е5, слон Е2, ферзь Б4. Подарок белым. Плохой ход, который не связан ни с каким планом и никак не способствующий достижению равенства. Подобные ходы годятся разве что для булета онлайн, да и то с натяжкой. Лучше было вместо этого хода сыграть конь Ж6, например, и затем с последующим ладья Е8, не ослабляя позиции в центре, насколько это возможно. Это было бы идейно. Ну, возвращаемся к партии. Был ход, сделан ход ферзь Б4. Ладья Б1. Ответный подарок. Буллет в партии с классическим контролем. Честное слово, плакать хочется. Вместо этого пассивного хода, защищающего пешку Б2, белые могли увеличить свое преимущество, играя, например, А5. И плохо, например, для черных ферзь бьет Б2. Из-за ферзи Д2. И в связи с угрозой ладья ФБ1 белые получали большое преимущество. Давайте вернемся назад. Итак, сыграли белые ладья Б1. А6. В этом ходе хоть какая-то идея есть. Черные берут под контроль пункт Б5, который в случае продвижения С6, С5, оказывался бы в руках белых. Не сделай черный ход А6. Вот такая вот идея. Ф4. Белые нападают на коня Е5. Конь С4. Слон взял на С4. Ферзь взял на С4. Ферзь Ф3. Д5. Я стараюсь высвободиться, рассчитывая на тот вариант, который и случился в партии. А в партии было следующее. Белые пошли Е5. Конь Е4. Конь взял на Е4. Ни я, ни мой визави не видели здесь ведущего к победе белых хода Ф5. И, например, если конь Д2, нападая на обе ладьи и на ферзя, то белые играют Ферзь Ж3. В случае, если, например, они сыграли бы слон Д2, слон бьет Д2, то последовало бы Ферзь бьет Д4. Слон Е3. Ферзь бьет Е5. И у черных лишняя пешка и самые тяжелые времена для них позади. Поэтому, поэтому белые играют Ферзь Ж3. И после конь бьет Ф1. Ладья бьет Ф1. Грозит убийственный ход Ф6. И белые выигрывают. Поэтому черные играют сами Ф6. Ладья Ф4. ФЕ. Конь Е6. Слон взял Е6. Ладья бьет С4. Слон бьет Ф5. Слон бьет С5. ДС. Слон бьет Е7. С большим и, скорее всего, решающим преимуществом у белых. Возвращаемся назад. Возвращаемся назад. Давайте вернемся к 17-му ходу белых. Конь бьет Е4. Затем последовало Дея. Ферзь взял на Е4. С5. Пользуясь тем, что конь связан, отойти не может. В противном случае Ферзь на Е4 гибнет. Поэтому белые находят легко находимое возражение Б3. Ферзь Б4. Сохраняя связку С3. Ферзь взял на С3. Конь Е2. Ферзь А5. Здесь вместо Ферзь А5 во время партии я рассматривал также ход Ферзь Б4. Но мне казалось, что после размена на Б4 и ЦБ конфигурация черных пешек на ферзьевом фланге практически сведет их численное преимущество как бы к нулю. Скорее всего, эта позиция может оцениваться, тем не менее, как примерно равная. Но мне очень хотелось обязательно выиграть в этой партии, поэтому я и не пошел на этот вариант. Хотя объективно, конечно, так как у черных недостаток пространства и проблемы с развитием фигур, то каждый размен был бы в их пользу, конечно. Но вот я принял другое решение и сыграл Ферзь А5, уклоняясь от размена. Ладья ФС1. Очень сильно вместо ладья ФС1 было бы здесь Ф5. С убийственной угрозой Ф5-Ф6 и мне пришлось бы чрезвычайно тяжело с нахождением спасающих партию ходов. Но мой партнер так не сыграл. Он сыграл ладья ФС1 и ответил Ж6, на всякий случай защищая, хотя это защита пункта Ф5, по сути дела не защита в связи с тем, что белые просто играют Ж4 и пункт Ф5 все равно оказывается в их распоряжении. Если они, конечно, захотят продвинуть пешку с Ф4 на Ф5. Ладья Д8. В домашнем анализе выяснилось, что намного лучше было играть здесь слон Д7. Но во время партии мне казалось, что после Ферзь Б7 черные просто остаются без пешки и без компенсации за нее. Однако после ладья ФД8 с очевидно последующим ладья АБ8 черные развивали достаточную для компенсации инициативу. Это выяснилось уже потом в домашнем анализе. Но давайте вернемся назад. Итак, после Ж4 был сделан ход ладья Д8, последовало далее Ф5, естественная и логичная ферзь С7, слон Х6. Гораздо сильнее и конкретнее было вместо слона Х6 Б4, нападая на пешку С5 и непонятно, как черным защититься от этой угрозы. Скорее всего, наверное, никак. Можно, конечно, было бы посмотреть ход Б7-Б6, но тогда, по крайней мере, получался бы изолятор на С5 и, скорее всего, белым было бы легко сдвоиться по линии С ладьями в вертикали С. И, в общем, ничего хорошего. К тому же, на вертикали С расположен черный ферзь, его надо куда-то уводить. Причем при этом нужно держать под защитой пешку С5. А по этой диагонали, куда он может уйти? На Б6 или при случае на А7, защищая с поля А7 или с поля Б6 пешку С5. Но там же у черных стоит слон на Е3. В общем, все это было очень-очень неприятно. Таким образом, Б4 выглядело гораздо сильнее, чем такой стандартный, как бы шаблонный, и в данном случае не особо ведущий к чему-то ход слона Х6, который был сделан в партии. Король Х8. Ошибка. Черные просто теряют время в позиции, где каждый ход требует повышенной точности. Я в этот момент соблазнился возможностью перевода ладьи с Д8 на одну вертикаль на Ж8 на одну вертикаль с белым королем и последующим разменом пешки Ж6 на пешку Ф5, вскрывая эту вертикаль, в надежде создать угрозу белому королю. Теперь в ответ ошибаются белые. Они играют конь С3. Они играют конь С3. Но давайте вернемся и посмотрим, что можно было бы сыграть вместо этого хода короля Х8. Вместо короля Х8 гораздо лучше было сыграть Б5. Б5. И черные в этом случае добивались как минимум равенства. Например, если белые играют Е6, то тогда следует ЖФ, ЖФ, ферзь Ф6 и у черных по меньшей мере не хуже. Обратите внимание, что поле Ж7, которое в общем серьезно ослаблено, теперь защищено слоном со Ф6 и белым не так-то просто поставить черным мат, который в противном случае был бы легко, наверное, достижим. Теперь, если белые не играют Е6, например, а играют как-то иначе, ну, предположим, они играют Ферзь бьет А8. Разумеется, так играть нельзя из-за простого слон Б7 и белые проигрывают. Вместо Ферзь А8, вместо Ферзь А8, давайте-ка мы вернемся, вместо Ферзь А8, возможно, было бы, например, такое АБ, тогда слон Б7, нападая на Ферзя, Ферзь А4, АБ, и здесь у черных лучше. Понятно, что они могут уже рассчитывать на создание проходной пешки на Ферзьевом фланге. К тому же слон белопольный выведен на активную позицию на Б7, простреливает главную диагональ. При случае может пойти на Д5 и грозить при соответствующей подготовке ходом С4, например, и созданием проходной, ну и так далее. Вот, теперь вместо АБ, что могло бы последовать? Вместо АБ, ну, например, такой ход, как Ф5 бьет на Ж6, предположим. Ну, в случае простого АЖ, преимущество на стороне черных. Их слоны постепенно начинают оживать. На Ферзьевом фланге у них численное большинство. У белых плохой конь и изолированная пешка на Е5. Все эти факторы говорят в пользу позиции черных. Но вернемся к партии, как обычно, и посмотрим, что на слон... Увидим, что на слон АЖ6, как мы уже, впрочем, видели. Черные ответили король АЖ8, конь С3. Конь С3 не самый сильный ход. Гораздо сильнее было здесь белым играть Ф6. И, например, если слон Ф8, то слон бьет Ф8, ладья бьет Ф8, Б4. И черные остаются без пешки в худшей позиции. Понятно, что пешка С5 гибнет. Защитить ее никак нельзя. Черные ее теряют. Итак, партия была конь С3. Последовала ладья Д4, бросающаяся в глаза, но, к сожалению, мягко говоря, не самый сильный ход. Несомненно, сильнее вместо ладья Д4 было взять на Ф5. Ж, ТХ, берет на Ф5, простите. Ж, Ф, ладья Д8, шах, король АЖ2, слон бьет Ф5, ферзь бьет Ф5, ферзь С6, угрожая матом на Ж2. Ладья Д1, ферзь бьет АЖ6. И у черных, по оценке, стокфишет даже чуть лучше. Ну, разумеется, этот вариант, я надеюсь, мой партнер тоже во время партии не считали. Все это результат домашнего анализа. И, в частности, один из вариантов, который я увидел в анализе стокфиша. Давайте назад вернемся. Отмотаем немножко сюда. И так был ход ладья Д4. Черные после этой не самой сильной, не самого сильного хода встречают ход конь Д5, который тоже не является хорошим ходом. Скорее всего, это тоже ошибка. Как выяснилось, опять же, в том же домашнем анализе, намного сильнее было сыграть конь Б5. И если ладья бьет Е4, то конь бьет С7, ладья Б8, Ф6, слон Д8, ладья взяла на С5, Б6, ладья С6, ладья взяла на Е5, конь бьет А6. И если здесь слон бьет А6, то слон Ф4, ладья Д5, слон бьет Б8, и белые оказываются с лишним качеством и пешкой. Вариант явно в пользу белых. Так, идем, возвращаемся назад. Был ход сделан конь Д5. Напали на ферзя, я отошел ферзем на Д8. И здесь белые сыграли ферзь Е1. Ну вот, этот ход белых, по сути, ведет их к поражению в партии. На этом чехарда взаимных ошибок заканчивается, и окончание партии протекает более или менее спокойно и логично. Вместо ферзь Е1 необходимо было играть конь бьет Е7. И после, например, ладья бьет Е4, Ф6, ферзь Ж8, иначе грозил мат, слон Ж7. Конь взял на Ж8, король взял на Ж8, ладья взяла на Ц5. Белые сохранили преимущество. Но белые этого хода не сделали. А вместо него сыграли ферзь Е1. Мне показалось в этой позиции, что белые могут в каких-то ситуациях, при каком-то дальнейшем течении партии, в каких-то вариантах, вывести своего ферзя на поле А4 и начать угрожать еще сильнее черному королю, который и так, в общем-то, простоял на А8 в довольно неприятной ситуации. И в каких-то вариантах чувствовал себя достаточно неуверенно, неуютно. И того, и гляди, мог получить мат. Короче говоря, для того, чтобы в порню пресечь возможную контр-игру белых, связанную с переводом ферзя на А4, я сыграл слон А4. Ферзь ушел на Е2, далее последовало ферзь бьет Д5, ладья Д1, слон Д7 для того, чтобы перевести его на поле Ц6. Ладья взяла на Д4, ферзь бьет Д4, шах. Слон Е3, защищаясь от шаха. Ферзь Е4, создавая вилку, не вилку, а связку, которую при случае можно было бы использовать, ну, так, на всякий случай. Понятно, что это не очень серьезно. Е6, слон С6, король А2. Грозил мат на А1, ферзь А1 мат, поэтому король А2. Ферзь Е5, шах, король Ж1, ФЕ. Ну, вот в этой позиции у противника оставалось уже, ну, секунд, не знаю, 20, наверное, до конца партии игралось без инкремента. Секунд 20 до конца – это уже достаточно неприятная ситуация. У меня там оставалось около 20 минут до конца партии. Конечно, я мог бы повнимательнее подумать и, скорее всего, найти гораздо более, ну, не гораздо более, но все же путь к победе более короткий, играя Ферзь Ж3, шах. И если король Ф1, по сути дела, это единственный ход, взять на Х3. Дело в том, что поле Е1 находится под контролем слона Х4. Король обязан идти, возвращаться на Ж1, потому что Ферзь Ж2 невозможна из-за простого взятия Ферзя на Ж2 с матом. Король возвращается на Ж1 и Ферзь Х1 мат. Но я не стал этого делать, не стал искать и думать. Короче говоря, я взял на Ф6 для того, чтобы поставить ладью на Ф8 и не дать королю уйти даже на Ф1. Белые побили ФЖ. Я сыграл Ферзь Ж3, шах. И на король Ф1 собирался ответить ладья Ф8 с победой. Ну, после шаха на Ж3 белые сдались. Так закончилась эта партия. Ну вот на этом я хочу этот ролик закончить. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. И до следующих встреч, до следующих роликов. Всего самого доброго. Играйте в шахматы. Удачи всем. Не болейте. До свидания.